А теперь давайте запустим наше приложение, соберем, то есть, у нас есть команда Briefcase Script. Значит, что сделает эта команда? Подготовит образ, да, ну сейчас 16.04, потом будет 18.04, по сути дела, образ докера, да, то есть мы с ним поработаем чуть попозже. И в конце концов из этих файлов будет конечный файл AppImage, да. Который будет являться готовым приложением, больше ничего не требуется, и оно будет запускаться на Linux отлично. Сгенерирует шаблон приложения, загрузит и установит пакеты поддержки, установит зависимости приложения, установит код вашего приложения, загрузит. Ну, в общем, поняли, да, по сути дела, все это делается на автомате, поэтому мы с вами берем, поднимем эту команду, сжимаем Enter. Может пройти определенное время, первый раз, потом все будет работать с кэша. Надо просто подождать. Вот видите, он себе скачивает даже руководство, да, то есть как должно работать. Вот, создалось. Теперь давайте смотреть, чего есть. У нас появилась папка Linux, и у нас появились некоторые файлы, да. То есть, дальше, следующее, мы уже собираем приложение в конечный исполняемый файл, AppImage, да, то есть это будет запускаться. Мы проверим. И приложение наше собирается. В конце мы видим запись, то есть наша папка Togo Start, полное приложение, смотрим. Линукс. Вот наше приложение с расширением AppImage. Мы можем его сразу же и открыть. Здесь вы можете проверить, чтобы в правах стояла галочка. Стоит уже, программа поставила разрешение. И вот мы два раза кликнули и вводим. Все, приложение работает на компьютере, этот файл готовый. Мы можем отправить любому пользователю, и он уже будет с ним работать. Мы можем посмотреть, сейчас потом мы сразу откроем файл, исходный код, и здесь видим PyProject.toml расширение. Давайте попробуем поставить 0.02. И опять запустить команду. Мы еще пока не вносили изменения, но просто возьмем пример. И пересоберем приложение. Сюда надо смотреть еще. И мы видим, появилась версия 0.02. Мы еще не вносили код, но потом уже внесем. То есть понятно, да? Также нам становится команда Briefcase Run. То есть после компиляции мы раньше запускали порфель и дев, то есть для разработки. Теперь мы можем также запускать и готовое приложение. Просто уже в командной строке ничего не будет происходить. Почему? Потому что это уже запускается с готового приложения. То есть мы проверяем, как оно работает. Это один из способов тоже. Ну, следующий момент. Откройте, пожалуйста, наше приложение AppPy в папке исходный код. Найдите наш метод URA. И давайте его дополним, чтобы у нас что-то выдавалось по умолчанию. Сейчас, сейчас, когда мы запускаем наше приложение, если мы ничего не увели, то рады видеть тебя. Да, никакого имени нет. А мы давайте сделаем, чтобы было какое-то имя по умолчанию. Для этого применим конструкцию if-else и пишем Если метод ввода name input name input если вводится значение то name и присваивается вот так self-name input value да, вот наш импут иначе иначе вывести имя ну, давайте что-нибудь придумаем дружище теперь запустим нашу программу ничего не уведем привет дружище стало, да рада тебя видеть а если вводим имя какое-то рада тебя видеть да, все правильно так просто привет дружище а возьмем-ка-то введем команду run так запуск стоп давайте-ка еще раз повторим тут немножко непонятно так, давайте посмотрим, что мы написали так если ввести значение а у нас есть привет дружище стоп мы не до конца дописали код вот здесь у нас было self-name input value то есть мы просто вводили а теперь нам надо что сделать правильно использовать нашу переменную name которую мы вот здесь используем вот вот так будет правильно потому что я смотрю что-то не то немножко сначала запускаем деф да нажимаем привет дружище рада тебя видеть дружище все правильно теперь запускаем briefcase run вот привет дружище рада тебя видеть дружище нет то есть код приложения в полном приложении старый почему у нас есть команда update портфель это делает для нас то есть изменили код обновляем приложение обновили теперь после того как обновили переупаковываем мы сейчас и проверяем да теперь все появилось но по сути дела надо было сделать немножко по-другому мы что должны были делать вот тут убираем пока и ставим версию мы сработаем над версией все новые и новые версии делаем поэтому здесь вводим 003 и переобновляем давайте попробуем так как это командная строка сделать в одну команду апдейт дальше два таких знака байл два таких знака и рун ран то есть момент пошло собираться видим появилась версия 003 и все теперь уже наше приложение вот без name да что-то происходит давайте создадим алиас вы себе делайте как вам удобно я сделаю так апдейт байлт ран где мы вводили ну давайте апдейт у байлт ран сохраняем вот у меня применение алиасов аран аран все пошло собираться чтобы не вводить кучу буков абр обновить собрать запустить можно назовите как то как вам удобно грубо говоря пока оно там собирается мы уже будем работать сейчас дальше но это нам известно уже поэтому открываем наши файлы и меняем до диалог наш на ней как мы решили то мы ставим 004 и пишем там что там улучшилось и переупаковываем появилась 004 версия нажимаем все работает весь код обновился все круто так пока все нам осталось создать веб страницу еще и запустить пока на мобильном на android хотя бы ну а с участиками школы мы будем продолжать это будет что открытый урок я говорю так сайт spb-tletut.ru на главной странице расписано что представляет собой школах все четко